Ну, сказать честно, я думаю, что в первую очередь жить в Израиле, это понимать историю Израиля, знать, что такое Израиль, знать, как создавался Израиль, и, соответственно, быть полным гражданином Израиля, служить в армии, большинству людей, которые подходят к этому, отучиться, и продолжать, значит, помогать обществу, каждый, чем он может. Замечательно. То есть, а в чем заключается помощь человеку обществу, на ваш взгляд? Ну, каждый, во-первых, в зависимости от должности каждого человека, решает, как он хочет и может помогать обществу и другим людям. Кто-то, если он занимается общественной деятельностью или на какой-то государственной должности, в связи с его должностью может помогать тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Замечательно. И вот такой вопрос. Если мы возьмем Виталия не как должностное лицо, а как просто человек, даже не гражданин, а гражданин, конечно же, это наше все. Вот человек Виталий, что такое лично для вас помогать обществу, быть частью общества, быть гармоничной частью общества? Я вам скажу, значит, например, даже профессию, которую я выбрал, к сожалению, ей не занимаюсь пока, потому что я занимаюсь политической должностью и общественной должностью. Да, я учитель английского. Я выбрал эту профессию как часть своей идеологии, как что-то, что я вижу, помощь обществу и как отдельно, как Виталик. До того, как я зашел в политику, я выбрал эту профессию, а зашел в политику уже, скажем так, серьезно зашел позже, после того, как я выбрал эту профессию. И пока на данный момент я не совмещаю, то есть я занимаюсь только политикой, но в конце концов я хочу вернуться к этому и действительно помогать обществу, так как я это вижу, как я вижу профессию учителя. А как вам кажется, через политику, то есть все-таки политика это сила, можно ли помогать обществу? Конечно, не только можно, а нужно помогать. Для этого и существует правительство, для этого существуют общественные должности, которые должны. Это их задача помогать обществу. Если кто-то не помогает, он не делает свою работу. Замечательно, я очень рада, очень рада знакомству. Мы продолжим наше сообщение за кружевым столом. Хорошо. До свидания.